В селе Ачан прошли традиционные соревнования по национальным видам спорта Сиумбэк-эндэйли или Вокруг Солнца. Более подробно вам расскажет моя коллега Евгения Дудко. С древности коренные народы тренировались, чтобы быть сильными, выносливыми, быстрыми и ловкими. Для тренировок в ход шли подручные средства – нарты, палки и веревки. Тренажерами выступали и орудия промысла – лодки, луки и топоры. Прошли столетия, жизнь у народов менялась, и теперь эти занятия превратились в соревнования. В программу соревнований входят стрельба из лука, гребля на оморочках, гребля на многовесельной лодке, кросс и перетягивание каната. Показать свою силу и сноровку обитатели могли не только на охоте или рыбалке, но и на традиционных праздниках. Такой праздник и проводился в селе Ачан. В Ачане мы проводим весной досей, летом вот этот праздник соревнования Сиумбэк-эндэйли, осенью праздник первой рыбы, зимой у нас праздник охотника. У нас фишка в том, что у нас есть именно нанайские многовесельные лодки и оморочки. Они изготовлены прям по традиционным канонам, мы заказывали их. Раньше длинные лодки использовали в быту аборигены не только для рыбной ловли, но и для регулярных передвижений. На веслах сидела вся семья. Экипаж без труда мог преодолевать десятки километров в день, чтобы добраться до отдаленных поселений. Старт соревнованиям был дан на берегу протоки реки Сия. Именно там команды состязались в умении управлять национальными плавсредствами, как в одиночку, так и всей командой. Особенность этого праздника все-таки водные соревнования. Было очень интересно наблюдать, как наши спортсмены, команды по одиночке плавали, либо групповое плавание. Это действительно особенно. И сразу видны и профессиональные команды. Радует то, что география команд у нас не только три наших национальных села, Джуен, Ачан, Оми участвуют. Но в этот раз у нас завлекли, так сказать, наша общественная организация к себе попробовать и все-таки изнутри почувствовать национальные виды спорта. Стрельба из лука, эстафеты и перетягивание каната – это те национальные виды состязаний, благодаря которым сразу можно определить лучших охотников-мергенов или рыбаков. На мероприятии была создана аутентичная атмосфера жизни коренных народов Севера. Конечно, как и любые национальные нанайские праздники, не обошлось и без семейных традиционных конкурсов. Семьи соревновались в постройке национальных жилищ хамаран, в его обустройстве. Ну а местные хозяйки состязались в приготовлении вкусных блюд из дичи, рыбы и даров природы. Представляем, вот лепешки, которые называются тасима. У нас ансамбль называется тасима, лепешечки. Вот, это у нас из внутренностей, желудка. Здесь у нас лук, черемша. Все маслом оно перемешивается, получается такой салат. Салат, щука жареная тоже, сазан, желтощек, вяленый, копченый, папоротник. Все это национальные блюк, да, нанайские именно. Участие в сохранении национальной культуры, традиционного уклада жизни и улучшения бытовых условий коренных народов Севера являются одним из значимых направлений деятельности компаний «Полиметалл» и «Амур Минералс» в регионах своего присутствия. Также эти компании являются главными спонсорами праздника «Сиумбэк эндели». Сегодня компания «Амур Минералс» приняла активное участие. В данном празднике это действительно такой красивый семейный спортивный праздник организованной ассоциацией коренных малочисленных народов Севера. По завершению всех соревнований самых ловких, быстрых, сильных и гостеприимных наградили дипломами и специальными наградами. По результатам командных соревнований по гребле на национальной многовесенной лодке, на Найской «Амур Минералс» бегу по пересеченной местности и перетягиванию каната определили победителя. Ими стали команда села Ачан. Второе место получила команда «Роснефти», а третье – команда «Амур Минералс». Победа ваша, как ощущаются команды? Позитивно, все рады. Конечно же, это ощущение радости, эйфории. Состязания на реке нам удались хорошо. Мы живем здесь, тренируемся, по возможности собираемся, также проводим межсельсические соревнования. Исторически сложившийся менталитет жителей села Ачан – доброжелательное и уважительное отношение к культуре и религии народов, которые проживают на одной территории. Коренные жители стремятся сохранить свои традиции и обычаи, которые нашли отражение в организации их досуга и быта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова